Исламский медиаканал «Ансар Медиа» представляет Что произносится при заключении брака? Брак считается заключенным при условии получения подтверждения от одной из сторон и согласия от другой, что накладывает на обе стороны определенные взаимные обязательства. Как подтверждение, так и согласие должны быть выражены с помощью глагольных форм прошедшего или настоящего времени, поскольку они указывают на осуществление того или иного действия и констатацию этого факта. Что же касается глагольных форм будущего времени, то их использование не допускается. Так, например, представителю одной стороны следует сказать «Я вышла за тебя замуж» или «Я выдал за тебя замуж свою дочь» или «Я выдал за тебя замуж свою поручительницу». Тогда как представитель другой стороны должен сказать «Я женился на тебе» или «Я согласен жениться на тебе» или «Я согласен взять тебя в жены для своего сына» или «Я согласен взять тебя в жены для своего поручителя» или «Я согласен выдать за тебя замуж свою поручительницу» и так далее. Брак считается заключенным и в том случае, когда произносятся любые фразы такого рода, в одной из которых использованы глагольные формы прошедшего времени, а в другой – будущего или настоящего. Так, например, мужчина может сказать «Выходи за меня замуж» или «Будь моей женой» или «Будь женой моего сына» или «Будь женой моего поручителя». Слова же женщины «Будь моим мужем» или «Будь мужем моей дочери» или «Будь мужем моей поручительницы» будут являться не подтверждением, а косвенным поручением. Если же тот, кому будет поручено публично заключить брак, скажет «Я выдал замуж» или «Я согласен», эти слова послужат заменой тому, что в подобных случаях должны говорить обе стороны. Брак не считается заключенным, если подтверждение выражено действием, в том числе и таким, как принятие брачного дара, махар. Так, например, если женщина при свидетелях ответит согласием на предложение выйти замуж, если мужчина публично вручит ей брачный дар, но кто-либо из них не произнесет ни слова, такой брак не будет считаться заключенным, пока он или она лично не скажут «Я согласен», «Согласна». В силу важности брака, одно лишь принятие брачного дара действительным брак не делает. Недействительное заключение брака без свидетелей. Письменное согласие отсутствующего делает заключение брака действительным при том условии, что свидетели будут ознакомлены с содержанием послания. Аль-Камаль пишет в «Хатх-Ул-Кадир» «Браки заключаются как в письменной, так и в устной форме. Это означает, что мужчина может посвататься к женщине в письме, при получении которого ей следует собрать свидетелей, прочитать им это письмо и сказать «Я вышла за него замуж» или «Такой-то сватается ко мне в этом письме». «Так свидетельствуйте, что я вышла за него замуж». Если же в присутствии свидетелей женщина скажет «Я вышла замуж за такого-то» и ничего больше, брак заключен не будет, поскольку необходимым условием его действительности является выслушивание свидетелями обеих сторон. Выполнить это условие и позволяет чтение письма свидетелям или изложение его им содержания. Основанием для того, чтобы считать брак незаключенным, не могут служить утверждения, например, такие, когда мужчина говорит «Она моя жена», поскольку подобные утверждения используются для указания на свершившийся факт, а не для заключения брака. Однако, рассматривая вопросы, касающиеся примирения, один из улемов писал «Некий мужчина заявил, что заключил брак с одной женщиной, которая стала отрицать это. Тогда он достиг примирения с ней, выплатив этой женщине 100 дирхамов с условием, что она признает факт заключения брака, и она признала это. Такое признание со стороны женщины допускается, но в подобном случае мужчина должен выплатить ей определенную сумму денег. Поскольку признание такого рода связано с возмещением, оно равнозначно заключению брака, после которого супруги могут сразу же вступить в свои супружеские права. Если все это происходило при свидетелях, брак будет действительным, в противном же случае таковым его, скорее всего, считать нельзя». Давая подробный ответ на этот вопрос, другой ученый писал «Если они оба заявят о заключении брака в прошлом, чего на самом деле не было, такое заключение брака действительным считать нельзя. Если же мужчина заявит, что женщина является его женой, а она заявит, что он является ее мужем, их заявление будет рассматриваться как заключение брака, в отличие от предыдущего случая, поскольку заявление о заключении брака в прошлом было ложным». На это указывает и Абу Ханифа, который сказал, «Если мужчина скажет своей жене, «Ты не моя жена», намереваясь дать ей развод, такой развод будет действительным, так как в подобном случае он как бы говорит «Я развелся с тобой». Если же намереваясь дать жене развод, мужчина скажет «Я не женился на тебе», такой развод будет недействительным, поскольку его слова будут чистой ложью. Вместе с тем заключение брака следует заверить, сделав соответствующую запись у представителя власти, что является полезным во многих отношениях. Такая запись не только заверит факт заключения брака, но и станет гарантией прав каждого из супругов, а также послужит препятствием любому претендующему на брак мошеннику, который пожелает объявить этот брак фиктивным. В результате этого такой мошенник не сможет утверждать, что он заключил брак с такой-то женщиной, равно как и женщина, которая захочет пойти на обман. Не сможет утверждать, что она вышла замуж за такого-то мужчину, если на самом деле этого не было. Регистрация брака в официальных учреждениях позволяет также избежать путаницы или утраты сведений о степенях родства, поскольку в этих же учреждениях осуществляется регистрация новорожденных с указанием именных родителей. Там же регистрируется и дата заключения брака, с чем связан целый ряд установлений шариата, имеющих отношение к исследованию, установлению степеней родства и периоду ридда. Вот почему я считаю, что регистрация брака в специальном официальном учреждении соответствует шариату. Если же представитель власти потребует этого, регистрация станет обязательной, поскольку по шариату выполнение дозволенного становится шариатской обязанностью, если этого потребует представитель власти. Аллах Всевышний сказал, Необходимо помнить о том, что заключение брака считается действительным в случае выражения подтверждения и согласия и соблюдения прочих необходимых условий, даже если представители обеих сторон все делают в шутку. Так, например, если кто-нибудь, шутя, скажет, Я выдал за тебя свою дочь такую-то, а другой скажет в ответ, Я согласен, заключение брака состоится, и по шариату девушка станет его женой. Поскольку пророк Мухаммад, саллиллаху алейху саллим, сказал, Когда речь идет о трех вещах, о разводе, браке и возвращении, получившей развод жены, все сказанное следует воспринимать серьезно, независимо от того, в шутку это говорилось или всерьез, передал имам Ат-Термези. Имам Ат-Термези приводит хадис, в котором сказано, Объявляйте о заключении брака во всеуслышании, заключайте их в мечетях и бейте в знак этого в бубны. Таким образом, рекомендуется объявлять о заключении брака, проводить обряд бракосочетания в мечети в пятничный день, под руководством праведного духовного лица в присутствии беспристрастных свидетелей, имеется в виду имам мечети или помощник шариатского судьи.